здравствуйте друзья и добро пожаловать в пятницу сегодня у нас будет не совсем обычный выпуск сегодня я буду провожать лето но несколько по-своему все дело в том что у меня есть несколько любимых коктейлей некоторые из них ну нейтральные которые прекрасно употребляются и летом и зимой вообще в любое время суток ну как например маргарита некоторые коктейли зимние как мой любимый old-fashioned некоторые коктейли исключительно летние как например джин тоник джин тоник один из самых любимых наших семейных коктейлей и все лето когда жара мы обязательно готовим а вот сейчас на улице холодно поэтому время джин тоника проходит и наступает время old-fashioned и вот сегодня мы готовим вместе последний джин тоник как вы уже знаете на хобби на удовольствиях экономить нельзя хобби у меня нет так повезло что хобби это одновременно моя работа а удовольствие безусловно есть одно из них все что связано с коктейлями с баром поэтому я очень люблю всякие приспособления ну например все таки лед гораздо приятнее держать вот в таком вот ведрышки и пользоваться щипчиками просто этот ритуал это отдельный кайф согласитесь не верьте тому кто говорит что вам нужны хайбол или длинные стаканы лучше всего для джин тоника подходит что-нибудь такое коньячное но у меня для джин тоника есть специальный бокал вот такой невероятно красивая чудесная форма а из-за того что стекло здесь очень тяжелая он устойчивый так вот нам нужен лед нам нужно много рецептов джин тоника разумеется существует огромное количество но я вас познакомлю с моим любимым нам понадобится лимон и маленькое такое устройство которое правильно с него снимается а именно вот мы получаем вот такую длинную очистку все дело в том что вот этот механизм он не просто срезает цитру он раздавливает фактуру клетки и получается такой запах то же самое мы проделаем слайд последний личный ингредиент это что-то типа нашей русской голубики блюбери только это фермерская и очень крупного размера несколько минут это уже выглядит просто как маленькое произведение искусства правда чудно теперь настало время джина обычно я его делаю в пропорциях 1-4 почему мы вообще сегодня с вами этим занимаемся ну кроме того что мы провожаем лето потому что вот эта вот вещь она создана для живописи особенно когда мне везет добыть не обычный швепс а нордик это европейский тоник синего цвета получается удивительная смесь а вот эти желто-зеленые нотки которые мы сюда добавили с черными акцентами это просто чудо и вот эта вещь просто создана для того чтобы ее написать акварелью именно это мы сейчас с вами и сделаем и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Причем очень художественным способом Это такая моя личная традиция Мешать последний джентоник В году Спасибо вам за ваше время И увидимся в следующую пятницу Будьте здоровы!